Книга «Открытым оком», 4-й том, вопрос 1333, тема «Деньги». Можно ли пустить на квартиру мужа с женой неверующих, если знаешь, что они хорошие? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Лично я никогда такой вопрос не допустил бы даже в мыслях. Речь идет о деньгах, как я понимаю. Неверующий самый хороший в любой момент может стать самым лютым вашим врагом, хотя такое случается и среди верующих, но намного реже. Как говорить с ними, какой договор можно составить? Неверующий человек – полная тайная темнота, он совершенно непредсказуем и ненадежен. Если он не с Богом, то с кем? И как понимать слово «хорошее»? В очах Божьих он враг, а в близком общении это скоро обнаружится. В очах Божьих он враг и в близком общении это скоро обнаружится и против тебя. Другое дело, если эта квартира каменная, совершенно отдельна от вас, вы просто сдаете в аренду. Тогда это еще допустимо при великой нужде в деньгах. Плачет девочка-малютка у окна больших хором, а в хоромах свет, смех веселый так и льется серебром. Плачет девочка и стонет на ветру осенний гроз, и ручонкою озявшей вытирает капли слез. Со слезами она просит хлебочерстого кусок, от обиды и сомнения забирает голосок, но в хоромах этот голос заглушает шум утех, и стоит малютка, плачет под веселый резвый смех. Сергей Есенин, 1915 год.